Если возникает физическая боль или душевный дискомфорт, смотрю это без мысли, наблюдая, рассматривая, и оно почти мгновенно растворяется. Недавно применяю твои советы. Фишка в том, что да, мы боль можем своим вниманием, любовью растворить, но эта боль появится снова, если вы её не разберёте, что именно она сигналила. То есть вы полдела сделали. Вы своим вниманием, есть техника внимания, да, как убрать боль. Она в книжке «Внимание» есть. Вы можете убрать боль, но она возвратится. То есть это как скорая помощь. Боль убрали, потому что осознавать сидеть, когда ничего не болит, комфортнее, согласитесь, когда сильно всё болит, там думать даже невозможно. Убрали боль, посидели и разобрали, для чего. Если вы просто боль убрали, то я думаю, что... А улкнется ещё сильнее. Ну то есть с первого раза не дошло, дойдёт посильнее. Со второго раза не дойдёт. Пнёт ещё больнее. То есть неважно, физическая боль или душевная. Каждый раз мы даём себе сигнал и бьём себя больнее, если мы не осознаем причину. Не, можно, конечно, лекарствами эту боль заглушать бесконечно, пока мы не найдём до болезни, которые уже совсем, капец, нас не обездвижут. Как вскрыть агрессию и принять? Как понять, какая я? Агрессия, злость. Что там ещё? Подавленная агрессия — это депрессия, да? Посмотрите эфир, отмотайте, раз, два, три, четыре эфира, по-моему, назад, отмотайте в ленте здесь или на ютюбе, посмотрите, у меня есть эфир про это. Просто, ну, как бы повторять уже тысячу раз. Высвобождайте себя от хлама. Хлам творит хлам. Нормально. Нужно ли бояться старости? Спасибо большое. Да нет, зачем? Бойтесь известности, как в прошлом эфире. Вы, когда боитесь, ну, вы хотите бояться. Вам не хватает адреналина, поэтому вы искусственно себе придумываете, ну, хоть что-то бояться. Ну, давайте все вместе бояться. Это прям талант будет у каждого. Все вместе боятся известности. Что будет завтра? Прям бояться этого, знать, что будет завтра и послезавтра, и чёрный день, там, заранее знать. Вот, давайте вот это всё бояться. Вот, а неизвестности наоборот. Так. Ну, это же невежество на всех насрать. Так, к чему было такое? Весь мир — это я. Я просто, когда это понимаю, я не могу это ни морально, ни каким-то другим физическим образом это сделать, потому что зачем мне самой себе вредить. Старость в голове. Согласна. Планируете ли с Ольгой строить встречу? Пока без плана. Не знаю. Может быть, может быть. Агрессия защищает ваши границы. Как минимум, да. Научитесь говорить свои чувства людям и себе. Да. Мы должны уметь говорить «нет». И когда люди этого не понимают, можно и по башке дать. Ну, нет. И всё. Выбирать себя сначала, в первую очередь. Научиться. Когда мы научимся выбирать себя, нам потом уже эта агрессия не понадобится. Никто не будет наступать на вас. Никто не будет лезть в ваши границы. Но пока вы не научились отстаивать свои границы, вам придётся, ну, этих Микки Маусов плодить в свои жизни, которые будут резонировать с вами и наступать на вас, чтобы вы научились этому навыку. Вам просто это необходимо. Просто такая игра. Это левел такой. Там, 88. И вам нужно прокачать себя на 88 уровне. Потом перейти на 89 уровень. И там уже агрессии не будет. Никто на вас наступать не будет. Вы уже прошли этот скилл, прокачались, опыт уже получили. А так агрессия, конечно, нужна. Плюс ещё агрессия не только границы свои отстаивать. А когда у вас разных чувств очень много накопилось, вот столько всего подавили, просто разом взять и выпустить все эти блоки ваши. Идите, попейте посуду, покричите в лесу. На человека-то не обязательно орать. Причём? Всем людям нужно просто стоя аплодировать. Я вам всем аплодирую. Стоя! За то, что вы показываете мне, какая я есть. Неважно, в каких ситуациях, неважно, что вы говорите, что вы творите, как вы меня бьёте и убиваете, вы мне показываете, как я к себе сама отношусь. И глядя на весь этот мир, я себя узнаю. И браво всем этим актёрам, которые моего кино вокруг меня не боятся показать, не в масках, да, а по-настоящему не боятся мне показать, какая я есть. Это очень круто. Поэтому злиться, кто мне там напакостил, смысла нет. Этот актёр просто показал, как я могу напакостить сама себе. Ну и в чём? Он просто зеркало моё. Поэтому я могу поорать и выпустить агрессию, но не на человека. Хотя и на Микки Баус тоже можно. Вот. Но можно это сделать со стервенением, сделать ремонт дома, содрать обои, пойти вскопать огород, посадить деревья, выкинуть там кучу хлама в натуре, я не знаю, дрова поколоть, столько всего можно. Агрессия – это ваша сила. В любой агрессии очень много силы, и она даёт вам и пинок, и мотивацию, и даже я так обозлён на всех, хочу им всем доказать, и идём, и творим, и делаем, двигаемся вперёд, создаём что-то. Даже вот в качестве от злости доказательства какого-то кому-то, да, мы очень себя прокачиваем хорошо. Короче, надо полюбиться и злость тоже. Так. Что у вас тут за диалог? Прям как Зеланд. Читайте книги ребята и девчата, а также их родители. Через ченнелинг. Через тебя идёт информация из Вселенной, ты проводник. Класс! Это заметно по твоему информационному потоку. Как вы относитесь к дате 12 декабря 12.12.2000? Я вообще как-то никак не отношусь. Вообще, буквально вот пару дней назад я обсуждала тему знаков, тему, я даже не помню с кем, может во сне приснилось, тему повторных чисел. Знаете, такое дежавю, дежавю это когда, издалека сейчас зайду, вот вы играете в компьютерную игру, в стрелялку какую-то, дошли до босса и вас убили, а вы такие раз и через чекпоинт, пункт сохранения, начали игру чуть пораньше и опять проходите вот небольшой вот этот отрезок игры и начинаете босса убивать. Вас опять убили, вы опять начинаете с чекпоинта. Опять чуть-чуть там нужно пройти до босса и опять. Каждый раз, когда вы с этого чекпоинта начинаете играть, каждый раз вы уже все прокачаннее и прокачаннее и помните, на чем вы застряли. Каждый раз вы все больше и больше проходите в этой игре, ну вас опять убивают, вы опять пересохраняетесь и опять с чекпоинта начинаете. Вот дежавю это тот же самый чекпоинт, когда наши ветки реальности разветвляются и мы начинаем опять с того места, которое не прошли. А есть еще цифры, почему я сказала про дежавю, есть еще цифры, допустим, смотрите на время, о чем-то подумали и в это же время смотрите на время, там 22-22, 0-0-0-0 или 1-1-1-1, либо видите цифры. То есть, когда у вас идут одинаковые цифры, там, это тоже точка, только не пересохранение. И я сейчас объясню. Интересно? Я забыла, как объяснить. Нафига я это кофе попила? Сейчас. Сейчас. Это тоже разветвление, получается, реальности. Ну, как в квантовой физике мы постоянно раздваиваем каждый момент времени реальность. Если обычным простым языком, то в этой точке именно вы сделали все правильно. Вот самый наилучший вариант, который мог быть из всех вариантов, короче, на пересечении всех вариантов событий, какие могли бы быть, в этой точке самый идеальный вариант. Вы там, где вы есть, не отстранились, не уклонились, не ушли в сторону, прошли ту точку какого-то там вашего опыта, ну, для самого идеального, чтобы выжить дальше. Только вот никак, блин, а как же я это объяснила? Слушайте, я вот сейчас не могу второй раз объяснить. Чем он отличается от чекпоинта? Чекпоинт – это когда, ну, в игре вас убили. Вот как в квантовом бессмертии, в квантовой физике, да, видео объясняют, там, пуля стреляет, вы в одной реальности умерли, а во второй продолжаете жить. Вы и живы, и мертвы одновременно, в какой-то реальности уже все, вас не наблюдают наблюдатели. А в той, в которой вы себя наблюдаете, ну, вы продолжаете жить, наблюдать. Вот, в этой точке дежавю, а вот цифры эти. Слушайте, не скажу я вам сейчас, не знаю, как объяснить. Я забыла, как это объяснить. Давайте, сейчас время пройдет, я сейчас вспомню, как это, как я объяснила. Блин, так все было логично и понятно. Это вот, как в анекдоте, чувак такой покурил, его унесло, и он такой видит, все, я познал дзен, я познал мир, как все устроено, я вообще все понимаю, как все вообще, как вселенная действует, как вот эти клетки делятся, откуда вся земля возникла, там, тра-та-та, надо это запомнить срочно, потому что наркота закончится, я, короче, ну вот просто не смогу это вспомнить. И так, надо листик записать, берет листик, записывает что-то, вот, его отпускает, ну, и он читает на листике. Сижу, курю, хорошо. И все. То есть, вот у меня сейчас тоже такое пропало, что я теперь не помню, как это объяснить, то, что вот я недавно объясняла, причем не могу вспомнить, кому я это объясняла. Вроде в моем поле людей в ближайшие два дня не было. Какой-то бред. Это все вот из-за вашего вопроса, как вы относитесь к дате 12.12. Зачем вы это спросили? Можно алгоритм решения затыков? Волшебные таблетки может вам дать красную, синюю? Сейчас придет в голову, я объясню. Хочу полететь в Египет. Живу в Германии. Не обязательно надо предъявить тест на ковид. Беспокоюсь, что может быть положительным. Так, вы еще ничего не знаете, а уже беспокойтесь. Нафига вы заранее вот это вот все придумываете? Вот зачем оно вам? Включите свое. Я не знаю, как оно будет. Как будет, так и будет. Оно еще не свершилось. Что я заранее сижу, беспокоюсь, без понятия еще, как оно будет. Вот зачем? Если вы беспокоитесь, что вы можете заболеть, вероятность 99,9%, что вы будете больны. Но если вы об этом даже не думаете, то вероятность, что вы здоровы, так же 99,9%. Материальную реальность материализуете вы своим фокусом внимания. Я беспокоюсь, что тест положительный. Так вы же творец, он будет по-любому положительный. Короче. Сделайте что-нибудь с собой, чтобы заранее не придумывать вот эти сказочки, которым приходится воплощаться. Потому что любые придуманные вами эти сказки о будущем, они воплощатся в любом случае, чтобы вы творец. и ваше мышление проецирует вовне это кино. Хватит. Хочу быть с тем, с кем хочет сердце. Что если предки против? Что менять? Предков. Так, вот и мы сейчас под варианты подошли. Значит, 11-11 знак того, что выбран лучший вариант. Да, я забыла, как его я объясняла с точки зрения квантовой физики. Хорошо забыть, когда ничего не знаешь. Всё, забвение, я не помню. 11-11, 12-12, 22-22, что там 0-0-0-0, неважно, где вы эти цифры наблюдаете, в часах. Синхрон, когда с вами происходит синхрон какой-то, ну то есть синхроничность. Там мысли, действий, реальности. То есть, ну всё в самом идеальном варианте. Синхрон, можно сказать. У меня где-то пост есть о синхроничности. Надо посмотреть. Я прям писала такое, точно знаю. Если ты ещё жив, то всё делаешь правильно, как в игре. Сто процентов. Да. В этой точке перепрыгивают мозг. Полковую реальность. В то... Дайте попроще слова какие-то, которые я знаю хотя бы. Давайте про соматику. Не, не хочу. Нумерология работает, если в неё верить, как и все теории Довны. Конечно. Наша реальность – это воплощение наших убеждений. Поэтому вы можете себе через астрологов, гадалок и так далее сделать ту линию жизни, от которой будете всю жизнь потом страдать. Бойтесь знания будущего. Ну вот реально. Пускай вас страшит знание, что вы будете что-то знать. Вот в прошлый эфир посмотрите, исходите в ваше будущее, посмотрите всё ваше кино, всей вашей жизни и испугайтесь реально этого. Потому что если вы будете всё знать, каждый шаг, и вы ничего с этим поделать не можете, и вы прям знаете то, что вы сейчас наступите вот след в след, скажете слово, и ничего не сможете сделать. То есть вы будете просто наблюдать, а этот скафандр вам не будет повиноваться. Вы не можете делать выборы. Прикиньте, вы просто знаете, как должно быть. Каждую секунду времени. Это очень страшно. Ну, конечно, вы, блин, в первую очередь, что захотите. В забвении вот это вот всё забыть, чтобы наконец-то начать опять жить. Жить, играть, делать выборы. Я всё время в повторяющихся числах. Ну, хорошо. В точке повторяющихся цифр перепрошивает мозг под новую реальность. Так сложно воспринимается, жесть. Ну, да. Окей, сколько нас, Нелли, тема-то важная. Ну, как обычно. Нелли, как устранить соматику? Да это просто сигналы тела наши. Посмотрите потом в начале эфира этот. Ну, если вы не хотите даже думать, вы можете просто взять и посмотреть психосоматику каких-то болезней у Луизы Хейт в том числе или у Довлатова. Они хорошо пишут. И кто там ещё есть? У Луизы ещё какая-то? Ну, это так, как гороскоп для козерогов. Люблю прикалываться. Один на всех общий. Понятно, мы уникальны, и у нас свои собственные ответы. И если мы любую болезнь будем воспринимать не как болезнь, а как, наоборот, здоровый сигнал тела. То есть болезнь – это здоровый сигнал тела. А вот когда тело молчит, вот тогда и не болит, когда тело пышет здоровьем, вот тогда тело нездорово. Потому что оно должно подавать, это его естественный сигнал. Единственная функция организма – это чувствовать, подавать сигнал. Для чего нам ещё тело? Ну, понятно, там передвигаться, хотя вот это передвижение – это тоже иллюзия. Мы всегда в точке находимся. Передвигается наше тело даже иллюзия. Но мы чувствуем, у нас есть чувство. Подавать себе сигналы якобы через тело. Окей, хорошо. Но болезнь – это естественный сигнал тела, нужный, который мы не должны заглушать таблетками, лекарствами, каким-то вакцинами или ещё что-то. Мы должны полюбить свою болезнь. Как вот Синельников писал, полюби болезнь свою. У него такая книжка есть классная. А, возлюби болезнь свою. Это естественный сигнал. Вот глаза смотрят, уши там слышат, а тело подаёт сигнал болью, блин, потому что ты идёшь где-то не туда, где ты там подавил свои чувства. Этих чувств не хватает для воплощения картинок каких-то там в реальности, твоих желаний. Чего-то не хватает. Ты очень много чего хочешь, для них материала не хватает. Этот материал – это твои чувства. Это есть тот ресурс для твоего желания, это твои чувства, которые ты не разрешаешь себе. И тело, молодечек, нам показывает, в каком месте. Если вы будете понимать, какой орган, какую функцию в теле выполняет, это отвечает всё на тот же вопрос по психосоматике. Если вы понимаете, какую функцию кусочек тела выполняет, тот, который болит и сигналит вам, перекладывайте это на чувства. То есть, что я не делаю в жизни для себя. Например, у вас плохое зрение, вы вблизи плохо видите. То есть, если у вас со зрением беда, то что может глаза сигналить? То, что вы в жизни перед носом что-то не видите. Не видите очевидные вещи, которые вам пытаются весь мир показать. То есть, вы постоянно наступаете на какие-то здравствуй, грабли, не хотите с них сходить, и пытаетесь постоянно себе показать, ну, что нужно вам сделать, куда идти, как проявить там какие-то чувства, какие-то эмоции. Но вы не хотите, вы это игнорируете. И вот проблема со зрением, глаза сигналят. Так, почему ты не смотришь то, что у тебя под носом? У тебя под носом есть люди, есть мама, есть там муж, есть дети, есть машина, есть дом. А ты этого не видишь, ты это всё обесцениваешь. Для тебя это вообще ерунда какая-то, а ты хочешь каких-то вещей, которых нет. То есть, ты не хочешь видеть. То, что есть, не принимаешь, а то, чего нет, слишком сильно хочешь видеть. Вот поэтому проблема с глазами. Проблема с ушами. Это я уже пример привожу. Я не заглядываю сейчас, не читаю Довлатова. У меня нет книжки по психосоматике. Я просто рассуждаю. Уши, что-то я не хочу слышать. Мне постоянно что-то говорят. Я себя не хочу слышать. Я себе часто говорю. Я ору на себя, на меня орут. Я не хочу слышать, как храпит муж, сосед. Или там ненавижу собака. У меня дома гавкает собака. То есть, я постоянно заглушаю какие-то сигналы извне. Поэтому у меня проблема с ушами. То есть, со слухом. Если я буду разбирать эти сигналы, что я не хочу слышать, у меня может восстановиться слух. А может и не восстановиться. Не знаю. Но предпосылки, что восстановится, более вероятны. На себе осознаете, что вы не хотите слышать. Может быть, вы тысячу раз себе сказали так, не трогай, не делай. А нужно наоборот, ну как бы не запрещать себе что-то. Ну то есть, пытайтесь что-то себе сказать. Или... 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 У вас, например, проблема вот здесь, вот как у меня, да, плечи. Несёте груз. Проблем, груз прошлого, болит вот здесь вот всё. Не знаю, вы сутулитесь, как я. То есть, взвалили на себя тяжёлую ношу. Не хотите её отпустить. Вам кажется, что вы должны не только за свою жизнь ответственность нести, но и ответственность нужно нести за всё своё окружение, изо всех всё решить. Не понимая того, что ответственность за свою жизнь вы несёте только за свою. И вы не можете нести ответственность за других. У каждого свой опыт, своя реальность. Вы можете вдохновлять, там, я не знаю, каким-то образом взаимодействовать, помогать, но не нести ответственность. Не пытаться за всех решать, что им делать. Вот все, кто пытается за всех решить, там, например, родители, дети уже своих детей имеют, уже внуки, да, но родители всё равно пекутся. Бедные, несчастные мои дети. Ему уже там по 50 лет, но я должен о них позаботиться. И уже бабушка уже вот такая, вот там, я не знаю, сама еле ходит, но она ещё думает, как же там внучок, которому 18 лет, бедненький, несчастный, несамостоятельный. Вот за всех надо побеспокоиться, за всю семейку. Она несёт этот груз, бабушка ответственности, поэтому у неё всё, спина уже болит, вся скрюченная, вся больная, потому что надо за всех нести. Да там уже давным-давно все взрослые люди, каждый имеет силы, имеет возможности, имеет ресурсы, каждый может выжить. Вопрос, хочет он этого или нет. Если человек не может выжить, и сидит такой ведный в луже, это его выбор. Мы не можем за него решать, сидеть ему в луже или встать. Мы хотим насильно всем помочь. Вот, отсюда у нас проблема со спиной, с башкой, с поясницей, с жопой, блин, совсем, короче. Вот эта негибкость мышления, что мы не хотим видеть о том, что дети выросли, что наши друзья самостоятельные, что муж у нас тоже самостоятельный, и жена тоже имеет свое мнение, и ребенку дать свободу нужно. Мы это не чувствуем, не видим, нам надо все за всех порешать. Вот, опорно-двигательный аппарат сразу страдает. То есть, если вы начинаете рассуждать, какие функции организма, и перекладывайте, какими чувствами я это создаю. потому что наш двигательно-опорный аппарат, да, это спина, это наша основа, это стержень, это то, на чем мы держимся, если бы как сказать, то, на чем держится наше мировоззрение, помимо нашего тела. Это наша опора, правильно? И ноги наша опора. Вот, если мы в жизни потеряли опору, не знаем, на кого положиться, то у нас тоже страдают, ну, кости и ноги. тут все цепляют, короче, вместе. Поломанная рука, это вообще очень много творчества блокируется. То есть, надо смотреть вот так. Чтобы примерно понимали, вы можете почитать психосоматику? Еще расскажу, как гороскоп для всех. Хотя бы, чтобы у вас понимание было, да, что это такое. Но вы везде будете читать одно и то же. Обида, вина, страх, недоверие миру. Мир враждебный. Под любой орган бы, что бы вы ни читали, везде одно и то же будет написано. Это все. Перекладывание ответственности за жизнь на других людей. Чувство долга, он не должен. Чувство вины, то, что я ему не дала. То есть, то, что обещала. Либо не так проявилось, неправильное какая-то я. И самый большой шаблон, который влияет практически на весь женский организм, ну и частично мужской, это нелюбовь к себе и недооценивание себя. То есть, принижение себя. И так как мы себя не ценим и чувствуем себя ничтожествами, такими букашками, у нас сразу цепляются такие шаблоны, что мы хотим других унизить очень сильно, чтобы хотя бы хоть как-то на уровне вырасти. Вот. Это сразу бьет по очень многим органам. Поэтому предлагаю лучше смотреть, какой орган за что отвечает, чтобы порассуждать самому. Потому что, если психосоматику читать, говорю, вы вот, ну, стыд, вина, ничтожество, перекладывание ответственности, недооценили себя, не любите себя, вот везде в психосоматике одно и то же прочитаете, и всё, и как бы, что с этим делать. А когда вы порассуждаете, то вы прям придёте к чёткому ответу, и когда у вас есть уже этот чёткий ответ в голове, телу не нужно будет его сигналить. То есть у вас пройдёт боль, и пройдёт спина, и пройдёт нога, и пройдёт там болячка какая-то, потому что вы уже знаете ответ. Но вам ещё будет, когда вы этот ответ знаете, вы дадите себе время действовать по-новому. То есть когда вы знаете ответ, у вас проявляется новое желание. То есть вы уже не хотите по-старому действовать потому что старое приводит только к болячкам вы начнете действовать по-новому но если вы по-новому действовать не будете это опять возвратиться опять проявится боль опять проявится то есть я знаю ничего не делаю тогда придется пострадать еще больше потому что если вы в первый раз сигналы не увидели да то второй раз они будут по небе короче нужно еще что-то делать ну или благодарю за ответ я творец знаю значит настроился на негативный тест или вообще расслабиться и получать удовольствие прямо сейчас на рас rain совершать удовольствие прямо сейчас конечно болей мама можно же сделать не так чтобы она была здорова можно только вы неправильно вопрос ставите здоровье это болезнь болезнь это здоровье когда человек здоров это ой да человек болен это естественная функция здорового организма, когда человек болен, это естественная функция здорового организма. Поблагодарите эту болезнь, поблагодарите маму за то, что как Микки Маус пришла к тебе показать тебя же, тебе в отражении, о том, как ты относишься к себе. Не маму надо лечить, а себя, потому что если в твоей реальности болеет мама, значит, что она мне сигналит, какие сигналы? Спасибо, мама, спасибо болезнь, спасибо сигналу, спасибо телу, всему спасибо. Блин, я наконец-то могу понять, что со мной не так, что меня тормозит, какие шаблоны меня тормозят, двигаться, ощущать эту энергию, этот поток, исполнять свои желания, жить, кайфовать, радоваться, то есть познавать себя, что меня тормозит. И конкретно, что у неё болит, где болит? Для меня, что это за сигнал? Рассуждаешь, осознаёшь. Маме не нужно будет тебе это сигналить после того, как ты это поймёшь. Ой, Господи, если внутреннее солнышко погасло, как же зажечь? Что такое внутреннее солнышко? Вы что, крокодил, которое солнышко это проглотил? Менять предков в своём восприятии, да. Это вы, наверное, там с кем-то общались, но я тоже скажу да. Нелли, время последние две недели просто летит. Вы ощущаете? Хороший вопрос. Нет. Скоро все взлетим. У меня последние 10 лет пролетело. Я тоже заметила, что время просто мчится, особенно предыдущая неделя. Но если вы куда-то спешите, то оно мчится. Если вы расслабитесь, и время с вами расслабится. Я скажу свой опыт. Просто поменяйте взгляд на родителей. Я заявляю о своей воле, я вижу в родителях только лучшие стороны. Так, ну, надо ещё вопрос задать. Нафига я хочу, чтобы они меня пилили там, или что они там мне показывали? Поблагодарить их за урок, и просто реально в них посмотреться, как в зеркало. Как в зеркало. То, что мы в себе не принимаем, то, что нам не нравится в нас, либо то, что мы не позволяем себе видеть в себе. Ну, например, я стрёмная, вот он классный, он там красивый, всё такое. Вот я хочу тоже быть такой красивой. Это значит, я не принимаю в себе вот эту красоту. То есть я в зеркало-то вижу красоту, а вот в себе, стоящий перед зеркалом, нет. То есть я не принимаю, и всё, что я не принимаю, я создаю Микки Маусов и навешиваю всё, что я не принимаю, на них. Потому что этот груз весь я не смогу унести. Мне нужно, ну, всё это то, что я не принимаю, и хорошее, и плохое в себе, неважно, не принимаю. Я навешиваю на других, чтобы увидеть это вовне и, наконец-то, увидеть в себе. Ну, потому что в себе я без зеркала видеть нос не могу. Цвет глаз я не увижу у себя, пока в зеркало не посмотрю. Точно так же я не увижу в себе ничего, пока не создам отражение. Родители — это то, что ты в себе не принимаешь. Мы это всё вытаскиваем и трансформируем программы противоположности, крайности. То есть они какие там злые. То есть мы радость, злость трансформируем в целое. Но это уже ладно, отдельная песня. Кашель, лёгкие, бронхи, какой сигнал? Ну, блин, тут может быть и невысказанность, и агрессия, и подавленная обида. Нежелание проявляться, нежелание говорить, проглоченная обида, а может быть, наоборот, высказанная. То есть надо по ситуации смотреть. Родители ругаются, когда я приезжаю в гости. С детства что-то мне показывают, а я увидеть не могу. Как перестать видеть такое? Родители, папа, мама, женское и мужское начало, творчество и принятие, внутренний конфликт. Ты не принимаешь то, что ты творишь. Всё, точка. Это запомни, нарепите. Время статичное — это ваше самоощущение. Да, наши мысли крутятся, вертятся, и мы воспринимаем время, когда текут наши мысли. Вот чем быстрее, ну, вот эта вот слава-мешалка в голове, тем быстрее ощущается время летит. Когда мы спокойны, время не течёт. Оно вообще резиновое, может и замедляться, и останавливаться, меняться. Что с ним только можно не творить, потому что его нет. А если у ребёнка два годика? А если у ребёнка два годика болеет? Что болеет? То на маму фокус. Нет, если вы мама, то на себя фокус. Если у какой-то другой мамы ребёнок болеет, то на себя фокус. А если у мамы, 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 и там ещё у кого-то ребёнка, то на себя фокус. Всегда на себя. В вашем мире никого нет, кроме вас. И проекции вас в других людях. Так, про зрение я уже говорила. Мне кажется, Умита, ты меня просто сейчас убила после того, как прошла кучу моих курсов, и сейчас ты мне такое пишешь. Внимание, давайте. Троллинг включился. Отменили, давайте. Я встретила мужчину, который начал мне нравиться. А когда я прочитала гороскоп, что он дракон, мне он не подходит. Прикиньте. И человек, который мне нравился, он начал мне уже не нравиться, потому что по гороскопу, как дракон, мне не подходит. Короче, это часто приходит, когда читаю гороскопы. Умита, что я тебе скажу? Читай поменьше гороскоп. Блин, ну начни уже сама себе гороскопы придумывать. Какой гороскоп ты вообще? О чём? Каждый человек притягивается для того, чтобы себя познавали. Нравится, не нравится, ты моя красавица, как говорится. Каждый человек приходит в твою жизнь, мужчина, женщина, ребёнок, бомж, хоть кто, муж, партнёр для секса, для денег, для всего, неважно. Они приходят для того, чтобы мы себя познавали через них. Что-то, какой-то опыт получить. Какая разница, что у него там в гороскопе? Дракон он или там заяц? А если тебе не нравится с ним спать, не спи. Если нравится, то спи, неважно, какого он гороскопа. Просто делай с каждым человеком ровно то, что тебе хочется. Тебе хочется с ним спать, спи. Тебе хочется с ним просто гулять. Гуляй. Вот здесь, сейчас, что я хочу? Задаём себе вопрос. Я хочу вот с этим человеком пойти и сделать вот это. Всё, действуйте. Зачем вы так всё усложняете? Ну вот зачем? Ну можно же проще жить. Ну вот сами усложняем, потом сами страдаем. Правильно? Я массажист, не имею руки, знаю, где блоки, разминаю массажами. Но может это и психосоматика есть? В нашем теле реальная боль, реальные блоки, реально массажист их чувствует. Конечно, можно с телом работать, блоки типа убирать. Но если ваши мозги заточены постоянно на это место болевое, то убирайте блоки, не убирая, но всё равно будет всё время возвращаться к тому месту. Поэтому нужно одновременно с головой работать. А если сейчас массажисты пойдут ещё и изучат психосоматику, и одновременно будут на мозги капать массажиру, блин, это будут самые идеальные массажисты в мире. Потому что мало того, что я разобрала в голове, мне ещё массажист эти блоки в теле спину размял. Блин, двойное комбо, это очень круто работает. Я хожу на массаж постоянно, мне очень нравится, когда я работаю с головой. И параллельно отражение в мире, да, к меня притягиваются люди, которые работают с телом. Ну, они же не просто притянулись, эти люди, которые работают с моим телом. Это следствие моего мышления. То есть у меня меняется мышление. То есть я разбираю какие-то свои блоки в башке своей, и у меня реальность подстраивается, что эти блоки и вовне, в материальном мире тоже начинают каким-то образом уходить через этих массажистов. Поэтому очень классно работать сразу с внешним и с внутренним. Я вообще всех массажистов призываю изучить психосоматику. Блин, как классно. И работать так, чтобы прям сразу с башкой и с телом. Это, по-моему, самое крутое. И тогда нам не нужны будут аптеки. Как быстро и сильно увеличить уровень любви к себе? Прямо здесь сейчас наблюдать, что вы чувствуете. Если есть люди, исти их и обниматься. Обниматься и сказать всем родителям, как вы их любите. Детям, близким, друзьям. Себе перед зеркалом кучу благодарностей. Тысячу благодарностей, как вы себя любите и за что. Вернее, не за что. Вот у меня там красивые волосы, поэтому себя люблю. Нет. Просто, блин, классные волосы, классное тело. Эти складочки, этот целлюлит. И вообще мои кривые пальцы, мои косы, глаза. Я всё люблю. Блин, благодарю, потому что я могу видеть, слышать, чувствовать, осязать. У меня есть выбор. Я могу выбирать. Хочу сижу, хочу стою, хочу пляшу, хочу говорю. То есть я рада, что у меня есть здесь сейчас всё, что я хочу. И так далее. Перед зеркалом. Пожалуйста, уровень вашей любви к себе пойдёт туда, до небес. Так, кто сказал, заболеть не надо. Ну, хотя, да, когда вы ещё заболеете, вы тоже хотите так, бессознательно, инсайт прям, уровень любви к себе поднять, чтобы мало того, что вы такой, наконец-то разрешите без чувства вины не идти на работу, не делать то, что вы не хотите. Вы будете лежать, наконец-то, наслаждаясь просто расслаблением и ещё кучу внимания извне получите. Заболеть – это прям вторичная выгода, получить любовь. Ну, блин, так себе, если честно, выход, так себе, заболеть. Можно, но я что-то не очень хотела. Хотя я забыла вообще последний раз, когда я болела. Не помню такого. Когда испытываешь чувство возмущения и недовольства, это говорит, что я недовольна собой, я возмущена собой. Ну, да, вы навешали на других людей ожидание, вы заранее решили, как оно должно быть, повесили чувство долга на других людей, они вам чего-то должны. Ну, хотя они, Микки Маусы только играют в вашу игру, но вы уже хотите с них стребовать. То есть вы эгоист, понятно, вашим эгоистичным поступкам никто не захотел следовать, и вы такие возмущены. Но вы возмущены нисколько там на других людей, хотя и на них тоже, да? Если понимаете, на себя, типа, какого хрена я ещё долги на кого-то навешиваю, зачем я это делаю? Как дальше вытащить и трансформировать? Осознать, что не надо навешивать ожидания на других людей, навешивать долги, никто вам ничего не должен. То есть вот, если вы навешали какие-то ожидания, знайте, что вы будете разочарованы из-за того, что они не оправдались. Просто перестаньте это делать. То есть вам надо стать более осознанным. Не просто трансформировать это каким-то образом, а стать осознанным и понимать то, что, а что я сейчас творю? Почему я сейчас с другого человека требую, что он что-то мне должен? С какого хрена вообще? Если люди не хотят делать по вашей указке, ну, это говорит о том, что вы бы тоже не хотели, если вас заставляли бы что-то делать. А вы такие, блин, ну, у меня своё мнение. А представьте, сколько людей обижается на вас, когда вы поступаете так, как вы хотите. Просто урок такой, что перестаньте на других обижаться, и тогда на вас тоже не будут обижаться. Вы будете делать, что хотите.